здравствуйте значит отправляю вам сегодняшний семинар ну хотя он уже отправлен а лекцию она уже тоже выложили да ну что параллельно да было мать она уж есть сейчас если она у меня близи есть я сюда тоже пробую ну да алексия слайда понадобится ничего надо оттуда брать так все да ладно тогда давайте начнем откройте сегодняшний семинар вот посмотрите ознакомьтесь и скоро начнем решать задач а а а а а а а ну ну давайте начнем с первой задачи рассматривается следующая налоговая схема при которой налоги до 100 долларов облагаются ставкой в 10 процентов процентов и свыше 100 долларов облагаются ставкой 20 процентов это означает что если например у человека доход 150 долларов то первые 100 долларов будут облагаться по ставке 10 процентов и 50 процентов по ставке 20 процентов значит надо нарисовать график зависимости потребления от до налогового дохода от пред tax income вот вот значит ну давайте напишем конца будем считать что весь доход уходит на потребление сбережений нет значит consumption если доход меньше 100 он будет чему равен 0 0 0 0 0 0 0 0 вот и если y больше 100 до 08 но 08 будет на доходы свыше 100 правильно ну да да без как мы это запишем то есть если y больше равен 100 то это означает что точно за первые 100 долларов наш индивид сколько заплатил налогов 90 то есть 90 плюс 08 y 08 y который свыше 100 до вот и что мы получаем что это у нас 08 y плюс 10 ну хорошо значит давайте нарисуем график у нас он сам шин тут у нас при таксинком вот надо обозначить точку разрыва стоп вот и для ориентира нарисуем 45 градусов да вот до 100 у нас получается 0 9 y то есть это чуть-чуть ниже 45 градусов правильно и начиная от 100 коэффициент получается 0 8 то есть наклон чуть-чуть уменьшается и вот тут как раз таки вот эта десятка должна быть тут 0 9 смысле десятка это вот этот уровень да ну да то есть это при игре к равному плюс уже будет 10 это я к тому что это десятка должна быть на уровне пересечения она добра за чуть ниже или нет я что-то а а все я понял да все все окей да да вот вот хорошо теперь надо посчитать при игре к равном 50 среднюю налоговую ставку как посчитать среднюю налоговую ставку но количество уплачиваемых налогов делить на доход до количество уплачиваемых налогов это будет 50 на 0 1 делить на 50 это будет 0 1 я конечно неправильно писал а что написала должно быть а в речь так средь и marginal так средь тоже будет 0 1 при y равном 200 еще раз как мы отр считаем то есть сумма налога делить на весь доход доход так среди это если мы чуть-чуть увеличиваем доход то насколько увеличится наши наши уплачиваемые налоги правильно это естественно 2 1 хорошо значит теперь мы находимся в точке 200 не считаем а в речь так средь сколько будет секунду а вот еще про mtr мы просто взяли производную c по да почему ну точнее мы взяли что отсюда производную 1 минус производная а то есть мтр это единица минус производная c по икрок ну плюс минус можно так сказать да но в целом его смысл если я увеличиваю чуть-чуть свой доход то насколько увеличится сумма уплачиваемых мною налогов естественно это просто налоговая ставка которая идет в этот момент правильно раз она постоянная да окей так а в речь так средь при 200 надо посчитать сумму уплачиваемых налогов сколько будет получается первая сотня ну то есть 100 на 0 1 плюс 100 на 0 2 да и еще это поделить на 200 да и должно получиться 0 15 а marginal tax rate ну по идее если он равен текущей налоговой ставке то 0 2 да да вот хорошо а если бы а если бы у нас был нет такой налоговый план а допустим там при доходе от 300 у нас там не знаю налог 0 3 тогда могли бы ли мы сказать что мтр это 0 2 ну как бы он будет 0 2 для вот этой сотни да от 200 до 300 но после 300 то он будет уже 0 3 будет 0 2 да мы же должны этот незначительное изменение дохода поделить на точнее незначительное изменение налоговых уплачиваемых налогов поделить на незначительное изменение налога дохода ну да то есть marginal tax rate это по сути та ставка который мы заплатили вот этот конкретный доход на вот эту точку окей да потому что если мы и увеличиваем незначительно то мы по сути от этой точки никуда же не двигаемся ну да да хорошо еще вопросы и комментарии так ну тогда проблем номер два у нас теперь две огромнейшие задачи 2 2 задачки у нас есть два потребителя с уровнями навыков с 1 из 2 при этом с 2 больше чем с 1 да и вот этого второго человека второго индивида будем называть высоконавыковым потребителем короче high скилл консюмер вот и у нас есть такая функция полезности в которой есть значит монотонная и возрастающая по ипсу функция зависящего от потребления и минус z делить на с значит что это wl правильно сколько человек заработал и при этом скажем так ставка на единицу труда вот но в этой задаче ставка на единицу труда будет равна с ну так просто по сетапу модели чтобы было проще считать можно еще раз z делить на s это получается сколько человек заработал поделить на его скилл так да а при чем тут ставка ну z это wl да 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 w это ставка зарплаты за единицу труда все окей и в сетапе этой модели w равен s все понял да мы говорим что вот эта ставка заработная зависит просто от навыков человека да ну логично платить больше человеку который лучше что-то умеет делать правильно его труд высоко ценится ну получается что за делить на с это просто l получается да и получается что функция полезности но в принципе логично она возрастает по потреблению и убывает по количеству труда нам же хочется поменьше работать при этом много потреблять правильно хорошо теперь значит пункт и еще миг за дзв хай скил консюмер кондименте лоу скилл бот над мы считаем что высоконавыковый значит человек может притвориться низко навыковым вот и надо написать incentive compatibility то есть написал это такое условие при которой как раз таки индивиду не выгодно мимикрировать всему выгодно оставаться в своем типе как это написать так если что лес и открывать ага да 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 ну на самом деле здесь весьма логично что ну как бы ю для хай скилл должно быть больше либо равно чем ю для лоу скилл это двадцать третий слайд ну к примеру двадцать третий ну там да просто как да выражение номер выражение номер семнадцать да 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 это оно да ну значит не совсем ю от хай скилл должно быть равно лоу скилл там больше либо нет разве да 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 но мы говорим что вот этот ю хай скилл это да это если он не мимикрирует правильно ю x хай скилл минус z хай скилл на с хай скилл а если он мимикрирует то что меняется он будет потреблять как лоу скилл правильно потому что он рынку труда подает сигнал что он лоу скилл соответственно столько и зарабатывать будет минус z лоу скилл деленное на с хай скилл с хай скилл это значит эндогенный фактор нашего индивида эндогенная переменная поэтому она не меняется если наоборот она экзогенная то есть он ее не может поменять он все остальное изменил все что было у него эндогенным то есть у и z а с это же экзогенный нет ну как бы он ему задан ну ну можно и так сказать да вот хорошо значит а так теперь теперь обратно переходим к нашим обозначением задачи вместо хай везде ставим двойку правильно вместо лоу ставим единицу вот и нужно получить значит выражение для ой для чего там надо выражение получить а для за 2 домножим все на с 2 с двух сторон получается x2 минус z2 равен с 2 x1 минус z1 значит z2 переносим сюда тут получается z1 плюс z2 x2 минус x1 вот получилось то что требовалось по условию задачи правильно в пункте эй да именно так хорошо значит пункте б по за утилитарьен social welfare function экспресс w is a function of x1 and x2 alone значит что это означает что в нашем w должны быть только какие переменные модели x1 x2 ну и s1 s2 потому что s1 s2 это у нас не переменные а просто параметры модели вот значит как это сделать надо опять же комбайне кучу констрейнтов а можно еще раз а что от нас конкретных хотят такой утилитарен social welfare ну имеется ввиду что мы просто максимизируем сумму полезностей двух индивидов правильно потому что в экономике у нас только не есть вот ну и надо просто написать вот это w как функцию только x1 и x2 потому что если мы напишем как есть то он еще будет зависеть от z согласно это значит что нам нужно провести оптимизацию по каким параметрам нет пока ничего не оптимизируем просто записываем ладно окей да получается что u x2 минус z2 на s2 плюс u от x1 минус z1 s1 вот у нас функция в первичном виде правильно в общем целом надо избавляться от z2 и z1 да это это понятно да а так можно выразить z2 так мы же выражали что z2 это по идее v на l а в нашем случае это s2 на l то есть можно ставить только от l все нет нет от l тоже не должна зависеть w только от x ну то есть параметры управления индивидов тут x и l правильно как раз таки вот а l у нас эквивалентен z нет точнее да потому что они отличаются только на параметр s правильно вот и мы хотим функции social welfare оставить функцию которая зависит только от одной управляемой переменной а не дух в частности чтобы потом было легче оптимизировать вот что можно быстро сделать нам нужна какая-то связь z s и x а мы ее знаем да ну вот например давайте для начала вот эту штуку я предлагаю заменить вот отсюда это откуда из incentive compatibility вот этот верхний просто он тут у нас как раз идеально записан как надо окей а что тогда получится что w равен ux2 а минус z2 s2 это как раз будет плюс ux1 минус z1 на s2 минус ux2 минус ux2 плюс ux1 минус z1 на s1 вот ux2 сокращается по крайней мере ну и нас осталось хотя бы только z1 осталось просто теперь z1 как-то поменять уx2 получается 2 ux1 минус z1 на s2 минус z1 на s1 ну можно z1 вынести тогда останется 1s2 плюс 1s1 вот теперь вспоминаем одну штуку называется гаун на ресурс ресурс констриен помните такое из лекси ну или сейчас можно слайдики посмотреть нашли арси ресурс констриент есть нет а какой слайд что-то трудно слайд номер 23 шестнадцатое выражение ресурс констриент а си да окей да значит понятно что она означает можно краткую справку что-то очень знакомое ну нет но особо справки недавно потому что написано в принципе как бы понятно да что сумма потребления этих двух индивидов должна быть равна сумме доходов которые они получили получили окей да и да ну в принципе это логично да ну да да это логично значит а x1 плюс x2 должен быть равен z1 плюс z2 так вот теперь еще интересней стало значит здесь надо подставить z2 а чтобы тут получить выражение только от z1 и подставить его вот сюда да да видимо да ну ладно вперед с песней ой z2 мы получим а вот z2 написан как раз таки идеально да где где за два куда смотреть ну то что мы в пункте а сделали там же задание было написано show that z2 равен z1 плюс и мы это можем подставить в government resource constraint да конечно получается x1 плюс x2 равен z1 плюс вместо z2 ставим вот то что у нас получилось плюс z1 плюс s2 ux2 минус ux1 да вот что тогда получится z1 z1 получится x1 плюс x2 пополам минус с2 на у x2 минус x2 минус ux1 тоже пополам согласна 2 да 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 вот ну ладно тогда z у нас получилось каким 2 u x 1 там минус это да да минус дайте 1 2 вынесем за папку вот отсюда получится x1 плюс x2 минус с 2 на x2 минус x1 это множенное все это на что на 1 с 2 плюс 1 с 1 вот ну вроде получили да то что от нас хотят так а это мы все еще поставили в в да 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 в алфейр благосостояние да 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 даже похоже да потому что это теперь не нужно будет максимизировать правда в пункте с максимизируем понятно для чего была вся эта история конечно все теперь в пункте c мы знаем дополнительно что you at x этого равен локи ситы ну чтобы было как-то понятнее максимизировать да вот такие дела ну чтож начинаем делать фоки dw под x1 равно чему ой кошмар 2 делить на x1 а вот вопрос да а максимизация пойдет по каким параметрам x1 и x2 как же с 1 есть 2 а это константы просто да да это просто параметры непеременные а вот за это 1 за 2 мы как раз избавились правильно хотя по хорошему если бы у нас мы бы написали функцию в его первоначальном виде то мы максимизируем по всем переменам то есть и по x1 и по x2 и по z1 по z2 но при этом мы бы написали как раз таки st ограничения и там бы написали incentive compatibility resource constraint ну еще по хорошему надо написать participation constraint participation constraint это такая штука где мы пишем вот этот то что у них вообще условно you от хоть какой-то работы будет больше чем you от сидения дома иначе они не пойдут работать да ну сидение дома означает что you просто ноль правильно нет ни пленения ни дохода до вот но мы уже как бы вот эти все ограничения вогнали в этот вот w и теперь можем максимизировать только по x1 и по x2 что на самом деле достаточно удобно потому что если бы мы бы это не сделали то лагаранджан был бы просто огромнейшим да ну да лагаранджан реально был бы огромнейшим ну да где-то 7 7 уравнений да да 2 на x1 минус 1 ну там participation constraint можно запустить потому что в incentive compatibility он практически зашит окей вот значит 1 минус 2 x1 дальше дальше вот у нас тут есть x1 правильно и теперь давайте разберемся со знаком тут минус тут минус тут минус будет плюс но тут еще минус будет минус правильно минус 1 2 с 2 и производная ю x1 но это будет единица на x1 а можно ага сейчас вот до этого это у нас просто производные от x1 x2 до линейных на а нет это от минус а все 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 окей понял а что с с кай а ладно все все это это параметр еще раз да все да не переменная нет да я тут кое-что забыл что я забыл те кто внимательнее должны заметить где-то ошибся почему там минус последнем слагаем вот минус умножаем на минус будет плюс да еще вот этот минус будет минус там 3 минусаки да но я еще что-то пропустил что там еще константы параметры за скобками вот это да 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 когда справа надо было еще сделать вот такую штуку да только наверное так скобки ну потому что этот коэффициент будет относиться и к этому и к этому поэтому можем как будто бы вытесли за скобку правильно да и когда мы так делаем мы выносим минус поэтому снова перед да плюс равно нулю ну ладно теперь по x2 так по x2 у нас получится какая картина опять вот эта штука 1 из 2 плюс 1 из 1 ну и дальше минус единица делить на 2 из 1 одну вторую да еще со знаком минус тогда остается так по x2 я тут неправильно же записал почему то я тут знаменатель написал это же должно быть тут правильно там тут то не логарифм был просто x1 был а вот тут получится там константа до производная от согласна да 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 там же производная от x по x это 1 все да вот дальше так теперь по x2 тогда тут единица минус с 2 так этот минус я вынес уже не учитываю тогда тут будет тут будет минус правильно минус с 2 умножаем x2 минус с 2 на единицу x2 равно нулю хорошо во втором уравнении мы точно можем избавиться от вот этого от этой штуки правильно еда 1 2 и от минус потому что это все равно нулю получается что с 2 на x2 должен быть равен чему вот это только скобка осталось да и получается что x2 оптимальная равен с 2 вот теперь теперь осталось из первого выразить x1 но вперед с песней вперед с песней давайте домножим все на так домножим все на видимо x1 да если мы уверены что x1 это не 0 и в чем мы не очень можем быть уверены верно уверены уверены ничего страшного так получается если я домножу на 2 x1 тут будет 4 x1 так значит минус давайте одну вторую вынесем 1 с 2 может быть плюс перетащим что-то одно через знак равно так будет проще ну да потом сделаем да значит еще раз я домножаю на 2 x1 тогда после того как я тут вынес туса тут оставалось единица я его домножил на 2 x1 почему первое слагаемое это 4 x1 если 2 делить на x1 домножить на 2 x1 то будет просто 4 да согласен тут просто 4 давайте тогда от 1 2 тоже избавимся правильно я же домножаю на 2 x1 тогда вот тут двойку убираем то есть двойку я уже домножил на вот одну вторую которая за скобкой тогда тут осталось x1 а а тут останется видимо с 2 да да поэтому это было очень удачное умножение да так равно нулю так перетаскиваем четверку за знак равенства тут у нас 4 а тут ну давайте найдем общий знаменатель получается с 2 с 1 а тут с 1 плюс с 2 на x1 плюс с 2 равно 4 значит x1 получилось 4 делить на с 1 плюс с 2 а тут с 1 с 2 минус с 2 правильно делить на с 1 плюс с 2 значит а 4 с 1 с 2 минус с 1 с 2 минус с 2 минус с 2 минус с 2 в квадрате что мы получаем 3 с 1 с 1 плюс с 2 делить на с 1 плюс с 2 то бишь с 2 3 с 1 минус с 2 на с 1 плюс с 2 вот x1 получили наконец-то согласны да у меня сошлось отлично давайте оценим x1 и x2 между собой интересно же правильно это как поделим а как мы их будем оценивать делить складывать умножать ну просто посмотреть x2 это с 2 правильно x1 это с 2 домноженный на вот этот коэффициент то есть нам надо посмотреть больше или меньше единицы а вот этот коэффициент согласна да вот давайте я скажу что тут 3s1 минус с 1 1 делить на с 1 делить на с 1 плюс с 2 вот эта штука будет больше или меньше вот этой штуки давайте я буду писать как-то упорядоченно 3s1 минус с 1 мы знаем кстати говоря что s2 больше чем s1 там если вот этот коэффициент ну именно с единицей сравнивать ну там можно через галочку вот не с ним формально но так можно вот то там мы по итогу придем к сравнению s1 и s2 и ну если мы знаем что s2 больше чем s1 то получается что x2 больше чем x1 ага все хорошо ну так тоже можно сделать да но вот я тут вместо s2 поставил s1 и при этом я знаю что s1 меньше чем s2 то есть я буду вычитать большее число соответственно вот эта штука будет больше чем прежнее число правильно тогда тут что получилось 2s1 на s1 плюс s2 теперь вместо нижнего s2 я поставлю s1 значит s2 был больше теперь я делю на меньшее число соответственно эта штука будет больше правильно а что у нас тут получилось единица вот по итогу получаем что вот этот наш искомый коэффициент оказался почему последняя штука это единица ну 2s1 а все все окей вот этот искомый наш коэффициент оказался меньше единица соответственно x1 меньше чем x2 вот согласна в принципе логично да то есть low skill person потребляет меньше чем high skill person справедливо стоп а кто из них high skill который у 2 да который второй high skill тогда да ой и он потребляет больше в принципе мне кажется это справедливо да да но камера у вас куда-то пропала да сейчас у меня заканчивается надо пересесть ну решайте дальше а зачем нам в пункте c еще давали что s2 меньше чем 3s1 ну чтобы там отрицательное число не выходило как раз делейки предусмотрительно в hundreds 2 0 и а а арюб и и а а и 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 Спасибо. Идемте дальше. Вас все еще не видно. Сейчас. Вот так видно. Значит, пункт ID. Надо посчитать marginal rate of substitution for the two consumers at the optimal allocation comment on your results. Значит, marginal rate of substitution мы считаем, значит, свитчем между Z и S. Ой, Z и X. То есть, MRS первого чувака XZ будет равен чему? МЮ по X1 делить на МЮ по Z1. Вот. МЮ по X1 чему равен? Так. Это надо просто взять производную U по X1, верно? Ну, знаешь, что логотип у нас. U у нас лог X и да, плюс что там было Z и да, что там было S и да. А это куда посмотреть, чтобы увидеть эту функцию полезности? Это же не V, верно? Это не VLF? Нет, но функция полезности в задании же было там самом начале. Assume that for both consumers the utility function is U равен UX минус Z на S. Так. Да, и у нас уже было в пункте C assuming that U от X равен log X. Так, вопрос, почему знак поменялся? Почему теперь плюс Z на S и T? Ой, извините, да, минус. Ну, так логично, окей, а то я думал она как-то изменилась. Вот, что получается? МЮ по X1 чему будет равен? Единица делить на X1. Да, МЮ по Z1. Просто минус единица делить на S1. Да, давайте рассматривать, кстати, варя модуль, чтобы без минуса было. Тогда получается S1 делить на X1. правильно? Если по модулю туда. Да, и вместо X1 надо подставить то, что мы там для X1 получили. Но интересно и для второго, потому что для второго X2 равен чему? Ну, для второго такое же аналогичное будет, да, S2 делить на X2 но X2 у нас в Optimal Allocation равен S2 правильно? Получается единица. вот, согласны? да, да, для первого мы просто не выписываем, но в целом там можно чуть продолжить, да, и там будет вот эта дробь, да? там особо-то и выводов мне кажется нет. А, ну, хотя там МРС для первого должен получиться меньше единиц. Ну, и смотрите, что у второго МРС получился равен единице, и это означает, что высокий консюмер faces 0 marginal tax rate. Note also that 0 marginal tax rate does not mean zero tax marginal tax rate characterize the slope of the budget line. Так, это очевидно? Так, не очень. Значит, говорится, что вот этот МРС равен единице означает zero marginal tax rate. а можно еще раз повторим, что буковки значат X это потребление, а Z это доход, верно? Да. ну, мне кажется, к такому выводу можно и без МРС прийти. Ну, давайте посмотрим. Marginal tax rate. Это, это, по сути, нам надо записать budget line, да? Budget line для второго чувака. budget line это будет это будет W L доход. Кстати, можно вопрос? Как раз X второй равен W L2. Да, можно? Там вот в лекции я уже, ну, там вышло так же, что МРС для high skilled он равен единице. И такой же вывод. Это такой, это потому, что у нас там такая же задача или просто так для любой задачи? мне кажется, такая же задача просто. Такая же задача и скорее тут важно, что МРС low skill меньше единицы, ну, то есть он МРС low skill меньше, чем МРС high skill. ну, в общем случае, скорее всего, должно получиться именно это, а не то, что равно единице. Это просто странно, потому что вот у нас, ну, вот если мы посмотрим на МРС low skill в лекции, мне кажется, это перевернутый наш для low skill. Ну, может, там тогда они Z на X делили, а не X на Z. Окей. Вот, значит, X2 это получается WL2, а W, как я уже говорил, это S2, правильно? Это вот как раз таки budget line. А мы знаем, что X2 равен S2. S2 равен S2 L2. Что? Почему S2 равняется S2 L2? Потому что S2 равняется X2, да? Все окей. вот и хотя нет, budget line у нас должен зависеть от чего? От дохода, правильно? X2 равен Z2. Вот, а мы знаем, что X2 равен S2, Z2 равен S2 на L2. То есть L2 должен равен быть единице. Но имеется ввиду, budget line теперь вообще не должен зависеть от Z2. получилось у нас такое? Видимо, да, кстати, потому что еще раз, Z2 это что у нас Z2 А, это SL2 вот, точнее S2 L2, что означает X2 L2. Получается, что X2 равен X2 L2. В принципе, тогда budget line не зависит от X2. Вот. можно еще раз, где в этих 8 равенствах наш budget line и от чего он не зависит? Ну, в общем, получается, что budget line не зависит от дохода. Первое, это странно, а второе, где это увидеть? Где здесь budget line? Ну, budget line итоговый получился, что у нас L2 равен единицы. А это и есть наш баджет для... Ну, то есть, имеется в виду, что у нас получилось, что это просто константа какая-то. Budget line. Не-не-не, секундочку, у нас же L2, это сколько работает второй работник, или что это? Да-да-да, все правильно. И он работает один час. Ему фиолетово на все, он работает там час, день, неделю, неважно. Ага. И что? Это же еще... budget line, это же V на L, ну или S на L. Ну, да, да. А, то есть, это будет в любом случае какая-то константа, то есть S1. если мы нарисуем consumption и pre-tax income, типа получится какая-то такая штука, да? Вот. Ну, ладно. Давайте пойдем дальше. Как раз 20 минут осталось на третью задачу успеть. Значит, это проблем 3. История еще веселее, еще обширнее. Не правда, здесь есть куб Дуглас. Мы спасены. Ну, да, да. Но хотя сможем ли мы этим воспользуемся? Ну, посмотрим. It's considered an economy populated by a large number of workers with utility. Function where X is disposable income and L is a fraction of time worked. Each worker's disposable income depends on his fixed skill S and a tax transfer scheme such that. Вот. Ну, disposable income по-русски это располагаемый доход. Правильно? И как раз таки вот тут говорится, что у человека есть доход за работу, которую он получил после вычета налогов плюс какой-то unconditional benefit payment, который, видимо, не зависит от его работы. Вот. Find the optimal labor supply for consumer with skill S. Вот этим теперь надо заняться. У нас какое есть U. U это X alpha 1 минус L 1 минус alpha. Мы это максимизируем по X и по L. Правильно? И какой budget constraint у нас, что X равен B плюс 1 минус T SL. Вот. Ну, надо решить эту задачу потребителя. Как решаем, как лучше сделать? Как-то поможет коп доглас нет? Да, нет. Как там был коп доглас? Там для него нужно, чтобы еще constraints были красивыми. Ну, которые от дохода были зависимы, да? Да, да, да. Ну, мы же вот эту штуку можем как доход сказать. Это же есть доход. Там еще должны быть цены, да. А эти кажется, нет. Печально. Ну, блин. Ну, в общем случае, что? Вы у нас чуть-чуть подвисли на пару секунд. Да, значит, интернет. пишем этот Лагранжан. x-альфа на 1 минус альфа 1 минус альфа минус лямбда x минус b ой минус b минус 1 минус t на s ой, давайте тогда тут плюс поставим. Ну, вы же помните, да, что там без разницы, что перед лямбда и ставить минус плюс по x быстро значит, альфа x альфа минус 1 на 1 минус l 1 минус альфа. Ваша задача за мной следить, чтобы я ничего не упустил. плюс лямбда равно нулю. Значит, dl под l будет равен 1 минус альфа 1 минус l минус альфа на x степени альфа минус лямбда на 1 минус t s равно ноль. Так, agreed. Так, секундочку. Да, 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 Абсолютно. Что-то мне знаки не нравятся. Давайте мы этот. Снова знак поменяем. Ну, ладно, хотя это же не должно влиять, правильно? Я просто себя в тетрадке с другим знаком решил, и теперь я вижу, что-то другое получилось. Что делаем? Делим, например, вот это второе уравнение на первое. Ну, там еще... Перебросив по ту сторону. там еще где-то сзади бегает вечно забытый производная по... Да, но это просто большинство стрим. Значит, это на это мы поделили, получим 1 минус альфа на альфа, а x в какой степени будет? x будет в степени альфа минус альфа плюс 1, правильно? То есть, просто x будет. А что мы еще раз делаем? Кого мы на что делим? Второе уравнение делим на первое. Понял. Вот. Тогда x будет в какой степени? Альфа минус альфа плюс 1, правильно? То есть, просто в первой степени. А 1 минус l в какой степени будет? это значит минус альфа, минус 1, плюс альфа, то есть, тоже в первой? Минус первый. А, ну да, в минус первый. Правда. Да. x делить на 1 минус l получается, правильно? Равно. Блин, что меня этот знак минус напрягает. Так, он и так и так будет там минус, вне зависимости от того, где стоит минус в лямбдах. Да, да, ладно. Да, все правильно. Да, если ладно, тогда поделим и получится минус, да? Да. Минус 1 минус т на с, ну тогда давайте минус занесем в скобку и напишем т минус 1 на с. Хорошо. Так, а что нам надо получить? l надо получить, значит, вместо x надо написать все, что нам нужно. Давайте домножим все это дело на альфа 1 минус l, чтобы все это не таскать, правильно? s минус 1 на альфа 1 минус l. Вот. Тогда x будет равен t минус 1 альфа 1 минус l делить на 1 минус альфа. Значит, x еще теперь как раз budget constraint применяем x равен b плюс 1 минус t sl на вот это все великолепие, да, которые мы опять домножим на 1 минус альфа с двух сторон. У нас получится s минус 1 альфа 1 минус l. Ну, видимо, придется все это дело все равно раскрывать. Получается b1 минус альфа плюс 1 минус альфа на 1 минус t sl равно альфа s t минус 1 минус альфа s t минус 1 на l. Это надо со знаком плюс сюда. что можно за скобку вынести можно вынести s на ага вот теперь надо что сделать все-таки надо тут тогда плюс написать а тут знак минус вынести вынести где тогда вот тут чтобы и тут один минус ты был и тут один минус то чтобы я его мог вынести за скобку тогда тут останется один минус альфа а ну и l выносим за скобку один минус альфа что-то совсем не то один минус альфа на что там будет еще минус альфа что ли да нет так не должно быть почему должно сократить не должен влиять так где мы проштрафились а я знаю где мы проштрафились вот тут еще должен был быть минус потому что мы взяли производ вот галочку поставил вот почему потому что там есть внутренние производные которые минус один мы ее забыли да тогда если мы избавимся с двух сторон от знака минус как раз таки получится все что нам нужно без минуса правильно тогда можно было тут везде писать сразу один минус без нагромождений так один минус 1 минус так 1 минус так а тут получается все таки со знаком минус но при этом с 1 минус тогда получится плюс альфа вот то что нам нужно альфа с а тут что-то минус 1 1 минус т тоже на 1 минус т минус b на 1 минус альфа согласна вот эта штука как раз уходит l получается равен вот это выражение делить на s 1 минус t тогда тут останется альфа минус b делить на s 1 минус альфа делить на 1 минус вот мы и получили labor supply нас не смущает что зависит от альфа мы уже к этому привыкли альфа же параметры все нормально окей да давайте посмотрим будет ли high skill person работать больше точнее предлагать работать больше это же предложение труда что для этого надо сделать что такое high skill person в этой задаче s2 это диск да но тут не дискретно да тут с как бы непрерывная величина тут просто надо ответить чем больше s тем больше l или нет наоборот чем больше s тем а нет все правильно чем больше s тем меньше отрицательный множитель то есть тем больше l да ну все странно нет high skill person будет работать больше вот видимо он так может больше заработать правильно то есть его труд высоко ценится и он этим пользуется может быть да и давайте там еще есть вопрос will the high skill person have higher disposable income than the low skilled person давайте найдем disposable income это помните да это было x равно после него шло что b плюс 1 минус t на sl это и есть disposable income согласны располагаемый доход нашего потребителя а можно еще раз как мы а все это просто дано в условии все окей ну и даже логически понятно да то есть это доход после уплаты налогов за работу а это какой-то независящий от работы бенефит который тоже на руках остается и который очень удачно не облагается налогом да да ну там следующих пунктах мы еще кстати поймем что это б это трансфер от государства то есть оно тут принимает форму распределительного дохода распределительной штуки государство собирает налоги чтобы потом распределять вот этот бенефит хорошо значит место l подставляем то что мы здесь получили получится b плюс 1 минус t на s альфа правильно минус 1 минус t s сократилось что там будет минус b 1 минус альфа но это уже даже не важно важно что что по s вот этот disposable income увеличивается или уменьшается увеличивается там же знак плюс да линейно все да пропорционально да ну все отлично так дальше значит пункт b if tax revenue is only used to finance the benefit b what is the government's budget constraint значит тут надо опять глянуть лекси лекси сейчас скажу какой слайд значит слайд номер сейчас скажу слайд номер 17 там есть ресурс constraint то есть как раз таки теперь вот это ресурс constraint для чего для непрерывного s то есть мы во второй задачке вот этот ресурс constraint написали для дискретного s при двух заданных s правильно s1 s2 а вот в общем виде на слайде 17 записан ресурс constraint в общем виде для этой модели для модели мерлиса что оно говорит чему там эти функции это ржавные да сейчас поймем значит t от z это собираемые налоги правильно которые зависят от этого taxable income z дальше умножается на f от s f от s это распределение этих скиллов навыков среди населения то есть что тут получается мы как бы вот этот налог который взимаем с одного человека и который зависит от z умножаем на массу потребителей то есть вот это f s d s это как будто бы масса потребителей то есть мы по ним как бы интегрируем суммируем а можно еще раз у нас tz это taxes или что это это да собираемые налоги с одного ну не с одного ну как да с одного как бы потребителя даже лучше наверное сказать с единицы навыка потому что это у нас еще от s зависит ну тогда логично что если это налоги с единицы навыка то мы еще их умножаем на их распределение берем интеграл и что-то получаем да и это должно быть больше равно чем нужда государства вот это r это какое-то число которое нужно государству в виде налогов это его бюджет можно так сказать хорошо тогда давайте мы напишем вот этот tz что это такое это собираемые налоги мы собираем налог с taxable income а taxable income в этом случае выступает как раз таки z правильно налогооблагаемый доход b налогом не облагается облагается только что sl да а можно еще раз почему мы знаем что tz это просто t умножить назад why но tz показывает сколько налогов мы собираем мы собираем налог до поставки t s дохода z а все ну то есть просто по какой-то логике да вот а л у нас в свою очередь зависит от s мы же там посчитали l правильно он же зависел от s поэтому что у нас получается что интеграл t s l s f s d s должен быть больше равен чем вот этот r а теперь давайте подумаем чему будет равен r если мы знаем что r нужен только для выплаты вот этих бенефитов b как посчитать сумму бенефитов бенефитов да как посчитать сумму бенефитов то есть просто b или они разные для каждого они как бы тоже распределяются в зависимости от навыков они разные конечно то есть мы тут каким хитрым ходом воспользовались мы как будто бы умножили на массу потребителей да то есть и тут тоже наверное можем вот наш этот бенефит умножить на массу потребителей и просуммировать по s согласны ну в целом звучит логично да да ой простите b все-таки это константа но в целом это особо роли не влияет потому что у нас бесконечное число потребителей а посему только интеграл и только через f вот что можно чуть-чуть поделать что вот этот константу можно вынести за интеграл как раз не зависит от s поэтому его выносим b тоже не зависит от s поэтому его тоже выносим вот ну ладно дальше дома сами посмотрите прочитайте решение я скажу что у вас было человек 12 ух ты сколько нас было много а если серьезно да ну как последние пункты интригуют потому что они по логике самые сложные а главное вот я вот сейчас смотрю на этот пункт я не понимаю откуда взять эти функции то есть вот особенно плотность это ну как бы нам нам же не дано распределение как мы ее знаем то да но тут опять хитеры ходы делаются там видите дано min s min skill и вот этот min skill как раз таки означает что интеграл sfs будет равен вот этому min skill min skill это прямо в условии или где-то еще да в условии s чертой задано suppose that the min skill in the population is s чертой and that the load skill is a fraction of the min skill the 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 d as to the optimal tax rate да то есть в point d вы уже подставляете все функции которые вы знаете да чтобы там оставались только параметры и t ну и все а все понял вот пункт b мы сейчас фактически решали то есть нам осталось пункт c и d ой пункт b мы решали осталось c и d и в c есть какая-то информация про min skill которая нам каким-то образом позволит не считать интеграл по функции да интересно звучит интересно вот ну ладно значит спасибо за участие в семинаре мои постоянные слушатели домашки я проверяю третью например вчера проверил просто было мы еще не выставил сегодня четвертую проверю ну и скоро когда-то там пятую проверю окей да сегодня у нас предпоследний семинар следующий раз будет последний семинар через неделю получается семнадцатого у вас уже экзамен вы знаете да нет у нас еще нет описания сессии простите я кажется что-то может быть лишнее сказал тогда ну скажут скажут а вообще странно что он семнадцатого потому что типа у нас сессионная неделя с девятнадцатого и как-то так это ну вроде Юлия Андреевна решила что ну у нас как раз на этой неделе по плану нету материал у нас вот на неделе с шестого по девятнадцатой уже последний последний материал рассказывается окей дальше ничего нет так почему бы не использовать эти лекции непонятно что делать на моих семинарах тогда восемнадцатого ну посмотрим ладно тогда решение и особенно последних двух пунктов вы выложите да да спасибо до свидания все спасибо до свидания до свидания до свидания